здравствуйте приветствую вас на своем канале меня зовут Ольга и тема нашего расклада сегодня мысли мужчины о вас сейчас итак у нас будет как всегда три позиции что между вами сейчас на сегодняшний день какая ситуация у вас в отношениях 2 ряд 3 мысли мужчины о вас сейчас что на вас думает какая в его глазах эмоции и чувства мужчины эмоции и чувства и посмотрим какая мысль не выходит и не поискал обой итак кому не хватает времени ставьте пожалуйста на паузу мы будем начинать первый вариант первых три карта что между вами если вы слышите что информация о вас значит это ваша склад если не слышите убирайте пожалуйста другой вариант или возможно другое видео и так что между вами сейчас на сегодняшний день очень крепкие красивые отношения я очень рада действительно любовь влюбленные выпадать я вам скажу что этот мужчина делает выбор в вашу сторону вы любимая женщина для этого человека мужчины очень серьезные намерения и между вами такая душатная более связь да здесь мужчина настроен активно действовать настроен активно проявляться этот мужчина может быть немного знаете как скуповато да скуповат на проявление чувств в нем целый океан в нем просто взрыв на этот мужчина может как-то знаете не высказывать так свои слова вроде бы и поступки есть и шаги есть на вам так бы хотелось до чтобы этот человек больше открывался перед вами чтобы больше показывал свои чувства но я вам хочу сказать что глубина его чувств просто знаете как как впадина морская очень очень глубокая удивительно вы знаете в нем столько нежности не насмотра на то на какой-то да вот такой острый ум вот такой возможно немного островатый характер и этот мужчина в нем очень много нежности по отношений именно к вам он он очень знаете так он проявляется с вами по-иному вот поверьте что ни с кем он так не проявляет себя как с вами вы знаете этот человек сейчас может быть в какой-то печали то что-то его может огорчать возможно в ваших отношениях есть какой-то момент или вы на расстоянии или возможно даже сейчас между вами может быть какое-то разногласие но я вам скажу что чувство есть чувство есть чувство глубокий и такая особенная нежность которая предназначена только-только вам и так что между вами давайте посмотрим ну девочки мужчина конечно вас оценивает очень-очень высоко вы действительно прекрасная женщина в его глазах стоящая женщина и у него такое стремление и рвение в вашу сторону и к вам несмотря какая какой бы ни была ситуация потому что я вижу что-то его печалит возможно да возможно не все так гладко ваших отношениях но этот человек действительно очень вы вы как-то его понимаете какие-то иные черты его характера проявляете он как-то рядом с вами меняется он рядом с вами может быть и более нежным да и более таким отзывчивым очень приятным очень ласковым человеком хотя я вам скажу что это только для вас вот только для вас одной вот он проявляется именно так вообще дал в окружении своему он такой очень даже и рисковатый может быть и очень такой действенный активный идущий вперед а вот ваших объятиях этот мужчина может быть очень ласковыми нежным человеком очень отзывчивым очень даже таким до идущим на контакт ну что ж отлично я очень рада мои дорогие давайте посмотрим что это человек думает о вас какая вы в его глазах прекрасная женщина вот как серьезно скажу что он действительно видит вас ту женщину рядом с которой тепло хорошо которая великолепно в своем своем виде в своем обличии в своем душевном наполнении вы действительно очень этому человеку нравитесь и он считает себя рядом с вами необычайно удачливым да удачей даже не то что он встретил он считает себя удачливым что он с вами что вы как-то до отозвались что вы открыли ему свои сердце потому что я вижу что здесь есть возвратная связь и здесь вы тоже да как-то преклонны к этому человеку здесь между вами любовь и этот мужчина вы ценность для него вы очень дорогой человек но я вам скажу что вы очень радуете его и вы наполняете этого человека энергетически и наполняете его эмоциями вы наполняете его знаете такой и страсти и огнем и эмоциями которые возможно для него были не такими яркими как сейчас вот как-то он очень ярко все воспринимает вот сейчас вот в этот момент и да действительно он сейчас вами наслаждается наслаждается вашим присутствием в его жизни вы так очаровательного для него очень вот иногда да мы смотрим и как-то в зеркале вы смотрим какие-то свои недостатки которых мы знаком да которые мы видим в себе на этот мужчина он видит вас очень очень много знаете таких хороших хороших 100 сторон и возможно то что вы как-то желаете спрятать скрыть где-то комплексуете для этого мужчины это полное очарование даже какая-то возможно ваша некая стеснительность где-то да робость она его просто очаровывает как цветок для этого мужчины мне почему-то знаете как маг как красный мак как цветок красного мака очень пьянящая очень красивая женщина для него давайте посмотрим еще мыслим этого мужчины у вас ну женщина конечно гордая достойная эта женщина не потерпит никаких да как каких-то слов какого-то желание прогнуть желание доминировать нет эту женщину надо просто любить просто любить такой как она и какая она есть вы знаете возможно вы к себе очень даже критичны вы сами знаете да какие-то свои нюансы и вам об этом говорить нет смысла потому что здесь я вижу женщина очень знаете такая и с одной стороны гордая с другой стороны она сама знает она сама знает что и она может улучшить там себе но вообще-то я бы сказала что этот мужчина на сегодняшний день видит что вы очень самодостаточная и возможно это его немножечко да как-то не то что смущает просто ему бы хотелось чтобы вы больше как-то зависели возможно от него чтобы вы как-то были зависимы друг от друга вот вот ему очень этого хочется потому что здесь идет такой момент что эта женщина всегда одевается да и уходит всегда как-то она уходит она как-то не остается со мной не остается но я бы сказала что здесь женщина самодостаточная здесь женщина возможно хорошо зарабатывает она такая вот независима да независима ему бы хотелось чтобы вы уснули вместе с ним чтобы вы просыпались вместе с ним возможно этот мужчина еще не имеет над вами такой власти какую он бы хотел видеть но видит он вас прекрасной женщиной такой очень эффектный вы знаете что он вами любуется любуется когда вы где-то до каком-то общественном месте где много людей он так вас выделяет вы для него действительно самая красивая женщина но и ревнует он вас страшно да вот по так по мужски мужчина желает какой-то перемены мужчина желает перемены в отношениях до чего-то желаю желает роста желают вот чтобы эти отношения укрепили чтобы эти отношения имели будущее и развитие я вам скажу что этот мужчина как-то уже очень четко определился определился и он вас выбрал и вот знаете у него сейчас такой момент я не то что я выбрал она сама по себе лучше всех как ее можно выбирать она лучше всех она прекрасней всех и этот мужчина он как-то опасается опасается чтобы выберите ли вы его да будет ли он для вас лучше всех как-то он видит там вас как такую знаете уверенность в себе уверенность вы так его конкретно зацепили моя дорогая потому что я вижу что чувство у него даже очень очень глубокие очень красивые очень много мыслей о вас и мужчина действительно идет в вашу сторону идет и и такое впечатление так как я ее даже и не искал но когда я ее увидим до осознание что это самые лучшие это самая прекрасная женщина самая женщина которая действительно мне мне больше всего подходит и мне буквально повезло ее встретить эту женщину просто повезло но есть какие-то ограничения есть какой-то момент который пока что дам является препятствием ваших отношениях есть какая-то какой-то момент да что же тебя так сдерживает ну покажи нам что тебе сдерживает расстояние к сожалению я вижу что что это какая-то расстояние вы можете быть очень близко друг от друга и это расстояние да как в голове на это некий путь до к вашему сердцу еще есть некое расстояние к вашему сердцу для кого-то проиграется действительно мужчина на расстоянии но для кого-то проиграется это расстояние к вашему сердцу это ограничение это те ограничения которые ставите перед ним вы дабы на не ошибиться дабы ему дать понять да дать время до обдумать все, нужна ли я тебе, и дабы самой убедиться в том, будет он меня добиваться, желает ли он меня, или это игра. Вот есть такой момент, есть такой момент, что к вашему сердцу еще предстоит некий путь. Давайте посмотрим на чувства этого мужчины, он очень много думает о вас, и да, действительно сгорает от желания, сгорает от, вот такая страсть его вот сейчас, соблазн, женщина чистый соблазн, мужчина ревнует, мужчина размышляет о том, что возможно есть и другие мужчины, которые на вас засматриваются, возможно расстояние, возможно он соскучился по вам, его как-то не очень устраивает, да, сейчас вот эти отношения, он хотел бы больше возближения, но я вам хочу сказать, что здесь есть чувства, много чувств, такая, знаете, некая палитра даже, я бы сказала, разнообразных чувств к вам, это не только, да, какое-то вот притяжение, это как-то намешано, да, и страсть, и ревность, и любовь, и такое, знаете, трепетное предчувствие, да, некого, некой встречи. Но я вам скажу, что этот мужчина как-то борется, борется с чем, с чем ты борешься, с чем ты борешься, он как борется со своей какой-то ревностью, борется со своим каким-то желанием, да, как-то все ускорить, да, вот я, я тону, и я хочу, чтобы она тонула со мной. Мужчина желает ускорить, ускорить события, ускорить ваши отношения, да, потому что вы действительно очень красивая женщина. Это понятие, да, это женщина как фейерверк, это женщина как то, чего долго ждал, и что приводит вот в полный восторг, вот вы его приводите в полный восторг, и да, здесь очень много мечтаний. Я вижу, что много чувств, очень много кубковых карт выпадает, говорит о таких, знаете, таких, ну, бурлений, кипений, да, этого мужчины. Этот мужчина действительно имеет чувства к вам, и чувства даже очень такие глубокие, но почему-то, да, вот как неких многомыслей о вас, каких-то размышлений, как-то, да, он все желает как-то приблизиться, да, приблизиться к вашему сердцу, приблизиться к вашему сердцу, он как-то и борется со своей ревностью. Возможно, вы на расстоянии, этот мужчина действительно ревнует, ревнует очень сильно, но он как-то старается, да, не показывать вам этого, дабы как-то не провоцировать какой-то конфликт, возможно. Он желает, да, бы вы так его любили, как он вас, чтобы он чувствовал, да, видел вот эту безграничную любовь, и чтобы это вот не мучило его, эта ревность, чтобы ревность его не мучила. Ну, давайте посмотрим, какая мысль не дает ему покоя. Давайте посмотрим. Ну, что вы, любимая женщина, мысль о вас. Девочки, смотрите, какая красота. Ну, вот какая мысль, да, с одной стороны, она прекрасна, она великолепна, я думаю о ней всё время. И двоечка кубков, да, мои чувства искренние, и я это уже понимаю, да, что я от неё уже никуда не денусь, от этой женщины. Но всё же присутствует вот девятка мечей. Когда я о чём-то печалюсь, когда я переживаю, когда меня действительно что-то беспокоит и что-то волнует. Этот мужчина волнуется, переживает и очень как-то остро сейчас ощущает весь спектр чувств. Возможно, действительно вы на расстоянии, и этот мужчина скучает по вам. И эти мысли, да, мысль, страх потери, страх потерять свою любимую женщину. Но я вам скажу, что, конечно, первый вариант – это просто любовь. Любовь, которая захлёстывает, которая просто увлекает, утягивает. И здесь действительно мужчина влюблённый, влюблённый, так искренне, так чисто. Я вам скажу, что здесь не выпадает, да, желание, дабы она меня любила. Нет, этот мужчина любит безгранично. И он как-то, вот я вижу, что он вкладывает, он желает вкладываться в эту женщину. Нет такого какого-то эгоистичного желания, дабы она меня, да, только мне, мне. Нет, нет, наоборот, наоборот, я хочу с ней, я хочу её увлечь, дабы она меня, знаете, дабы любить её безгранично. Очень красивый первый вариант, я вас поздравляю. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вам понравилось. Буду очень рада. Мы будем идти дальше. Итак, давайте посмотрим, второй вариант, первых три карты, если вы слышите, что информация о вас, значит, это ваш расклад. Если не слышите, выбирайте, пожалуйста, другой вариант или, возможно, другое видео. Итак, давайте посмотрим, что между вами сейчас. Так, я скажу, здесь ситуация, возможно, пройти, что может пройти, что этот мужчина или ваш начальник, или мужчина старше вас, так знаете, замен, ну как чувствуется, да, что мужчина старше. Но я скажу, что этот человек готов и может вам очень много едать и желает, да, как-то вот вкладываться в вас. Мужчины есть однозначно симпатия, вы влечёте этого человека, вы привлекаетесь, здесь есть такая лёгкая влюблённость, такой флёр, знаете, интерес со стороны мужчины однозначно есть. Очень высока вероятность, что это человек вышестоящий по должности, это может быть ваш начальник, очень-очень хорошо проиграется, или же это человек, с которым вы, возможно, мало знакомы, но этот мужчина идёт как постарше и посолиднее, то есть он богаче вас. Но я вижу здесь интерес от этого мужчины, действительно интерес в вашу сторону, вы ему действительно очень нравитесь. Здесь даже такой, знаете, пройдёт момент, боже, как она мила, боже, как она хороша, какая она великолепная, да, какая она, ну почему-то прям такая нежность идёт в вашу сторону, такой. Симпатия безграничная, я бы сказала, это какое-то новое знакомство может пройти, или же ситуация, когда вы можете работать вместе, человек вышестоящий по должности, потому что он вышел такой высокой картой, картой человека, который уже определённо имеет некие, да, плоды своего труда. Возможно, и вы, да, высоко по должности здесь такое, да, и он как-то и может быть и вашего возраста. Ну вот мне почему-то идёт, да, что этот человек может быть вашим начальником. Ну давайте посмотрим ещё, что между вами. Вы нравитесь ему, он буквально, знаете, может даже и отводить глаза от вас, дабы люди посторонние, да, не замечали его такого неприкрытого интереса. Он как-то не может себя даже сдержать. Вот знаете, какой-то блеск в глазах у него есть, когда он смотрит на вас. Нравитесь вы ему? Очень нравитесь. Что между вами? Мужчина даже и скучает по вам, вы знаете. Ну да, здесь проходит ситуация, что мы работаем вместе. И есть такой момент, этот мужчина сам себя сдерживает, он сдерживает себя в проявлениях к вам. Ну я же говорю, отводит глаза, мне сразу пошло. Мужчина отводит глаза, дабы другие, да, не замечали его интереса к вам. Его что-то сдерживает. Возможно, мужчина занят. Возможно, мужчина женат. Возможно, именно вот эта ситуация, что вы работаете вместе, и дабы не шли какие-то слухи, дабы не шли какие-то сплетни. Ну вот как-то, вот как-то так, да, дабы как-то вас не... Ну как, да, с мужчиной как-то легче спрос, а вот с женщиной, дабы как-то вас не скомпрометировать, наверное, да. Но чувства есть, и даже очень глубокие, и для себя он понимает, что это что-то особенное. Это что-то особенное, потому что вышел старший аркан влюбленный. И, да, мужчина, мужчина есть чувства однозначно в вашу сторону. Ну хорошо, покажи нам еще. Покажи нам. Ну вы любимой женщиной выходите. Вы вышли королевой кубка для него. Да, вы очень нравитесь этому мужчине. Возможно, здесь не совсем работа, да, вас связывает. Но этот мужчина много работает, много работает. Он как-то в вас, ну, очень заинтересован. Возможно, вы с кем-то, да, как-то имеете отношение. У вас может быть какая-то переписка с этим человеком. И как-то начиналось все с чего-то такого очень маленького, да, вот как некая симпатия. Но чувства этого мужчины однозначно растут. И он, чем больше он на вас смотрит, тем больше он хочет на вас смотреть. Тем больше вы нравитесь ему как женщину. Здесь действительно нравитесь, как женщина. Вот все ему у вас нравится. Ну давайте посмотрим дальше. Что же этот мужчина думает о вас, да, какая у вас его глаза. Безумно манящая. И знаете, очень-очень много мыслей о вас. И этот мужчина, возможно, желает знать, что вы о нем думаете. Почему-то идет ситуация, да, когда я как вынужден немного как-то сдавливать свои чувства. Этот мужчина может не совсем показывать, что он чувствует. Если вы действительно вместе работаете, этот мужчина буквально, да, как-то желает как-то отсечь, но не может с собой справиться. Желает как-то в себе, да, заглушить, не показывать своих чувств. Но желает безмерного наслаждения. Вы знаете, вы женщина наслаждения. Вы женщина наслаждения. Очень хорошая. Я вам скажу, что если вы действительно работаете вместе, этот мужчина смотрит на вас и представляет себе, как вы выглядите без юбки. Есть у него такие мысли, которые он от себя гонит, которые он как-то от себя старается как-то, знаете, влечься чем-то другим, отводит глаза. Есть какой-то момент, ну, может для кого-то проиграться, что мужчина не свободен. Но здесь действительно такое притяжение к женщинам, такой магнетизм, что он как-то с собой, ну, мало совладает, да. Он буквально, знаете, как-то срывается, я вижу. Здесь может пройти просто, что мужчина старше вас, и он очень вас заинтересован, как в женщине. Он скучает по вам, он думает о вас очень много. Но он влюблен, он влюблен, он чистым сердцем идет в вашу сторону. Чистый соблазн. Ну, хорошо, покажи нам еще. Женщина, несущая наслаждение. Покажи нам, да, мысли этого мужчины о вас, покажи нам. Ну, вы его радуете, вы его, знаете, как-то и веселите, да, с вами очень хорошо, приятно. Мужчина видит в вас свой шанс на наслаждение, как-то ухватить свою птицу счастья за хвост. Вы дороги ему, да. Здесь действительно вы ему дороги, вы ему приятны. Мужчина хочет с вами отношений. Но, здесь есть но. Возможно, этот человек не может вам дать то, на что вы заслуживаете и чего вы хотите. Здесь может быть какой-то момент, или мужчина не свободен, или какая-то вот ситуация, возможно, и вы не свободны. И это притяжение, понимаете, этот магнетизм, этот заряд, который между вами гуляет, вот эти искры, да, которые летят во все стороны. И вы понимаете, да, что как-то бороться просто нет никаких сил. Но есть вот этот момент, момент, когда мы воруем, да, вот эти крошки счастья, мы как у кого-то берем мысли мужчины о вас. Да, есть такой момент, есть некая угроза, да, вы являетесь опасной женщиной для него. Если вы работаете вместе, этот мужчина вас может опасаться. И несмотря на такую глубину своих чувств, он может эти чувства как-то в себе затаптывать. Он может, знаете, как-то стараться не оставаться с вами наедине. Он чувствует от вас угрозу, этот мужчина. Угрозу своему обычному устрою жизни, понимаете. Возможно, здесь не все так просто. И он это понимает. Он понимает, что где-то, да, он увлечен вами. И еще пока что он как-то раздумывает, да, как ему поступить. Потому что здесь эта женщина, как стихия, может снести все на своем пути. Может разрушить тот мир, в котором он сейчас живет. И строить абсолютно новый. Почему? Потому что она врывается в его душу со своим миром, понимаете. Она врывается в его жизнь со своим собственным миром. И этот ее мир может разрушить тот мир, который есть у него сейчас. Ну вот, очень такие двойственные мысли у мужчины. Очень двойственные. Я вам хочу сказать, что здесь может пройти момент, что мужчина желает с вами отношений. Очень даже желает. Но если вы работаете вместе, если вы точно знаете, что мужчина занят, Пока что этот человек может предложить вам только роль, да, любимой женщины. Но никак не больше, да. На какие-то разрушения пока что в своей жизни этот человек не готов. Да, вы его маните безумно. И с одной стороны он желает, да, роста и развития этим отношениям. С другой стороны, этот человек пока что не готов разрушать то, что есть у него сейчас. Какие-то, да, перемены к переменам в своей жизни он не готов. Потому этот человек, желая роста, желая развития, желая вас безумно как женщину, Может молчать. Может, знаете, как держать свои чувства при себе. И как-то, знаете, день ото дня все время идет, но вот ваша ситуация может не меняться. Может не меняться. Ну что ж, давайте посмотрим на чувства этого человека. Давайте посмотрим. Чувства мужчины. Ну я вам скажу, что этот мужчина буквально видит в вас шанс на какой-то прорыв, на страсть безумную. Вы его очень привлекаете. Вы его соблазняете буквально. Вы соблазняете его своей красотой. И вот ему так кажется, да, вот сегодня день прошел и слава богу, да, слава богу, что вот как-то я выдержал. А на второй день вы приходите еще лучше, еще краше, еще привлекательный, еще, 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 да. И когда же этому придет конец. Этот мужчина сейчас, знаете, так себя очень сильно сдерживает. Сдерживает, потому что вы действительно рветесь сердце ему. Вы его буквально, знаете, соблазняете этого человека. И возможно кто-то скажет, да, я простая женщина, да, я никого не соблазняю. Это происходит вне зависимости от вас. Это происходит, знаете, как-то по силе природы, да, берет свое. Вот он видит в вас прекрасную партнершу, очень сексуальную, привлекательную женщину, очень жаркую. И даже вы рядом с ними просто дышите, и он уже все. Он уже просто млеет. С одной стороны, ему хочется быть как можно дальше от вас. С другой стороны, ему бесгранично хочется приблизиться к вам. Так близко, так близко, чтобы уже не отпускать. Ну что ж, давайте посмотрим, какая мысль не выходит у него из головы. Он очень хочет вам написать. Ну вот вышла карта судьбы. Он хочет ускорить как-то все, да, потому что он по вам скучает. Если вы на расстоянии с этим человеком, тогда действительно мужчина скучает и желает ускорить события, и думает о том, а вдруг это судьба, а вдруг я отталкиваю от себя свое же счастье. И вот он размышления, да, неких. Есть некий момент, я не скажу сомнений, но все-таки этот человек, он понимает, да, что на сегодняшний день, возможно, ситуация сложная, и он не может вам дать то, на что заслуживает эта прекрасная женщина. С другой стороны, если вы на расстоянии, этот человек хотел бы ускорить время, дабы побыстрее, да, соединиться с вами, потому что, возможно, это мое счастье, возможно, эта ниточка ведет меня именно к этой женщине. И так должно быть. А я, вот знаете, как упираюсь и, возможно, делаю ошибку, и пререкая себя на какое-то одиночество, на внутреннее одиночество и тоску. Вот такой вот у нас второй вариант. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вам понравилось, я буду очень рада. А мы будем идти дальше. И так, смотрим дальше. Третий вариант. Если вы слышите, что информация о вас в начале расклада, значит, это ваш расклад. Если не слышите, выбирайте, пожалуйста, другой вариант или, возможно, другое видео. И так, что между вами сейчас? Так. Ожидание. Мы ждем, да? У вас непростая ситуация в отношениях. Здесь могут быть качели, здесь может быть непонятно вообще. Мужчина себя может непонятно вести. Вы, возможно, как-то ожидаете. Ожидаете некого результата. Что же будет дальше? Что же будет дальше? С одной стороны, вас очень тянет к этому человеку. С другой стороны, да, такое вот стремление. С другой стороны, вот это ожидание, оно выматывает. Здесь могут пройти качели, здесь могут пройти сложные отношения. Ну, давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Итак, что между вами сейчас? Что между вами сейчас? Ну, все понятно. Вы все ждете и ждете, и вашему ожиданию уже приходит конец. Приходит конец, вы хотите какой-то перемены, вы желаете что-то изменить. И, возможно, сейчас вам больно, и, возможно, сейчас вы еще как-то окончательно не решили для себя, что вам делать дальше. Но вот это ожидание, оно как-то вас отталкивает от этого мужчины. Возможно, ваша переписка, ваше какое-то знакомство, ваше встречание, они как-то затянулись. С одной стороны, видно, да, некое желание мужчины быть с вами в отношениях. С другой стороны, какое-то ожидание, оно все-таки, да, делает свое. Вы можете быть как-то расстроены, вы можете быть расстроены тем, что происходит между вами. Все, возможно, не так, как бы вам хотелось. Хотелось бы вам какой-то перемены, хотелось бы вам какого-то движения в этих отношениях. Но почему-то, да, вот эти мечи, они буквально висят над головой. То есть, вы сейчас как-то решаете для себя, что вам делать дальше. С одной стороны, вы еще ждете каких-то шагов от этого человека. С другой стороны, вы уже знаете, как на полпути. Вы на полпути, дабы выйти вообще из этих отношений. Возможно, кто-то уже для себя это сделал, да, какой-то вывод. Хочется как-то, да, чтоб шло движение, а этого движения нет. Какое-то вот ожидание затянувшееся, и вы начинаете охлаждаться к этому человеку. Вы начинаете просто терять интерес к нему. Все, возможно, очень жарко, очень интересно начиналось, но почему-то вот идет момент, как я устала, да, эти мечи висят. И я понимаю, что, возможно, мне будет очень больно признать момент, да, что между нами все закончилось. Но, возможно, это неизбежно, возможно, это неизбежно. И надо идти дальше, как бы больно ни было, надо двигаться дальше. То есть может пройти даже и какой-то обман со стороны человека, и вы все ждете от него каких-то объяснений. Но объяснений, которые он вам дает, они вас не устраивают. Вот, покажи нам еще, что этот человек, что между вами, да. Но вы для себя уже рассматриваете иные горизонты. Вы желаете лучшего, вы желаете нового. И вот эта роза в вас в руках, она говорит о том, что у вас есть надежда. Есть надежда на нечто прекрасное и на нечто особенное вообще в вашей жизни. Вы идете вперед. Возможно, сейчас еще, да, оглядываясь как-то назад, где он там. Возможно, он вот-вот, да, явится. Но вы уже устремили свой взор вперед. Вы желаете нового. Вы желаете рискнуть, несмотря на какие-то, да, моменты. Вы все-таки полны оптимизма, полны надежд. И, знаете, бросаете себя на долю судьбы в ожидании прекрасных метаморфоз душевных. Я вам скажу, я не вижу какого-то угрюмого состояния с вашей стороны. Да, печально, да, хотелось бы, чтобы все было отлично. Но, к сожалению, не всегда так получается, как нам хочется. Но здесь может пройти какое-то молчание со стороны человека. Давайте посмотрим, что же он думает о вас. Вы очень самодостаточная красивая женщина. Возможно, очень даже и ресурсная. И я вам скажу, что чувство у этого человека есть. Но, возможно, этот человек как-то... Ой... Так хочу, знаете, помягче. Так хочу помягче. Так хочу, чтобы... Ну, не получается. Карты говорят свое. С одной стороны, этот человек видит в вас ту женщину, в которую реально можно влюбиться. Которая достойна любви. Которая многое может предложить мужчине. И вообще она сама по себе является драгоценной женщиной. Да, хороша собой. И прекрасна. Прекрасна и приятна. И некая влюбленность в этом мужчине есть. Но как-то не может он преодолеть некий путь к вам. Не может он преодолеть некую дорогу. Да, не может он как-то выйти из одного в другое. Не может он преодолеть какой-то путь. Ну, хорошо, покажи, что ты думаешь о ней. Ну, я вам скажу, что мысли о вас, конечно, даже очень и очень позитивны. Почему же ты так как-то остановился почему-то мне идёт, да? Не всё так просто. Не всё так просто. Эта женщина энергетически очень даже привлекательная. Она меня манит. Она меня, знаете, как-то влечёт за собой, эта женщина. И, с одной стороны, я бы хотела развития, я бы хотела отношений с этой женщиной. Но почему-то всё время есть какое-то «но». Она далеко, вы на расстоянии, возможно. И вы ждёте каких-то шагов, дабы он приблизился к вам. А он всё тянет, этот мужчина. И, возможно, поэтому вы теряете интерес. И у него как-то, да, каких-то фантазий очень много. Но действительно реальных шагов совсем-совсем мало. Вам недостаточно того, что этот мужчина вам даёт. Вы желаете большего. Вы желаете какой-то справедливости. Не только, знаете, мечтаний. Не только звёзд с неба. Вы желаете каких-то вот реальных шагов, дабы этот мужчина показал на действиях, да, чего он действительно хочет. Какой-то стабильности вы желаете. И этот мужчина это понимает. Но он может вам только написать, почему-то идёт, да. Вот он как-то на своём месте. Он на своём месте. Он стоит на месте. Он не двигается. Он даже не стоит. Он сидит. Вы желаете, да, вот такого, да. Мне мало мечтаний, мне мало разговоров. Я хочу реальности. Я хочу какого-то правосудия. Я хочу, дабы это пришло в мою реальную жизнь. Дабы этот мужчина проявлялся как король Пентакли и дал мне некую стабильность, чтобы он пришёл наконец-то, да, дабы мы начали свой путь. Но, к сожалению, этот мужчина может только, там, да, возмущаться, мечтать и писать письма. А в реальности его такова, что он стоит на месте. Да, и вот он, да, вы желаны для него. Вот такое, возможно, у вас впечатление, что мужчина что-то скрывает от вас. Ну, вот есть какой-то подвох. Есть какой-то подвох. Пятёрка жазла, конкуренция идёт. Так, мужчина уже чувствует, что вы к нему охлаждаетесь. Он чувствует, что вы отдаляетесь. Он думает о том, что у вас есть другой мужчина. И, но, но, к сожалению, я вижу, что этот мужчина пишет. Он может очень хорошо говорить, красиво всё рассказывать. Но он стоит на месте. И да, вы нравитесь ему безумно. Вы женщина, о которой можно мечтать. Которой можно фантазировать. Но вот пока что это всё. И вы это понимаете, и вы это видите. И вы для себя желаете каких-то, да, горизонтов побольше. Каких-то возможностей побольше. Давайте посмотрим чувства этого человека к вам. Посмотрим чувства. Ну, вы нравитесь ему, да. Я, ну, здесь, конечно, здесь проходит момент, что у мужчины есть чувства. Что мужчина вами очень заинтересован. И хочет, знаете, таких, его, знаете, чешат вот эти отношения. Я вам больше скажу. Этот мужчина может хвастаться вашими фотографиями. Этот мужчина может хвастаться вами, да. Что вы вот такая прекрасная женщина. Находитесь с ним в отношениях. Этот мужчина как-то фантазирует очень много, думает очень много. Но сказать, чтобы я видела какие-то действия, нет, к сожалению. К сожалению, нет. Вот он буквально стоит на месте, этот человек. И что он думает, да. Вот что у него в сердце. Ну, вот это идет такой момент, да. Как некая... Я ее показываю, да. Какая она у меня красивая. Я тешусь этой женщиной. Она меня манит. И здесь есть момент влюбленности. Но по рыцарю земли этот мужчина не готов к активным действиям. Здесь буквально мужчина тормозит. Мужчина тормозит. Мужчина оттягивает. Мужчина тянет время. Хорошо. Почему ты так поступаешь? Если у тебя есть желание. Если у тебя есть стремление. Если ты действительно желаешь эту женщину. Почему ты так тормозишь? Почему ты, да, не пешком, не ползком уже как-то вообще. Очень-очень он как-то вообще. Медлит страшно. Почему ты тормозишь? Покажи. Ну, троечка. Ну, если вы его мало знаете, этот мужчина может иметь кого-то еще. Если у вас какая-то переписка, да, в интернете. И вы все ждете, когда все как-то начнется, укоренится. Этот мужчина может быть не свободным. Почему ты медлишь? Он боится какого-то скандала, вы знаете. А он вам не может предложить ничего, в принципе. Давайте спросим еще. Будешь ли ты активно действовать в сторону этой женщины? Будут ли активные действия в ее сторону? Ну, вот вроде да, но знаете, как-то вот, вот смотрите, мужчина по пожу огня вроде бы как и желает, да. Но пож это письма, это сообщения, это звонки, это что-то такое, да, легкое, маленькое. Это строчки, это строчки. По семерке воздуха этот человек хочет получить максимум, не затрачивая усилия. И по пожу огня это вот подтверждается. То есть ему хватает той энергии, которую вы ему даете. Будут ли действия? Он желает получить максимум, не вкладываясь. Особо, знаете, не напрягаясь по пожу. Особо не напрягаясь, особо ничего не делая, знаете. Паш, это разговоры, это говорить. Это не действия, это разговор. Ну вот я мечтаю о ней, я фантазирую о ней. Я хочу вот получить максимум, ничего не вкладывая, ничего не делая. Сказать, что будут активные конкретные действия со стороны этого человека, я не могу. Вот если вы загадываете какой-то срок, да, вот в определенный срок, загаданный вами, действий конкретных от этого человека не будет. Будут очередные слова, обещания, вот ты мне давай, да, максимум, вкладывай в меня энергию, я буду тобой хвастаться, я буду тебя показывать, да. Но чтобы я как-то давал тебе какую-то стабильность или давал тебе какие-то действия в твою сторону, к сожалению, нет. Нет, к сожалению, нет. И он как-то понимает для себя это. Это не то, что его сдерживают какие-то, знаете, моменты. Это он для себя так решил, это для себя он так понимает, что вот такая вот ситуация, как сейчас, его очень устраивает. Очень. Пока что этот человек берет ваш ресурс, не желая вот вкладываться в вас. Но я вам скажу, конечно, ситуация может быть разная. Возможно, вас и очень устраивает эти отношения, такие, как они есть сейчас. И большего вам, возможно, и не надо. Но по первым картам я вижу, что это не так, что вы все-таки желаете какой-то конкретики, желаете какого-то движения в этих отношениях. И, возможно, отдаляетесь вы не зря, потому что видите, что действительно здесь, знаете, как-то движения нет. И будет ли оно вообще, а я все-таки желаю вот эту, да, вот по этой карте, вот эту розу, все-таки я держу ее в руках. Это моя надежда. Я желаю прекрасного, я желаю какого-то будущего, да. И хочу рискнуть, и хочу это все ощутить, а не быть вот в каких-то вот этих фантазиях, в этих полетах. Давайте посмотрим, какая мысль не выходит у него из головы. Вот сложно все, понимаете, вот у него в голове вот это все сложно. Ему нравится, да, что вы есть у него, ему это очень нравится. Вот я вам скажу по императору, это его тешит как мужчина, тешит его самолюбие, тешит его эго. И что вы такая вот красивая, что он смог вас привлечь, что он как-то находится с вами в отношениях, его это очень тешит. Но он как-то видит какие-то сложности, какую-то вот тяжесть, да, что вот, ну, сложно. Но и в то же время желает вознаграждения, желает энергии от вас, желает получить максимум энергии от вас. Какая мысль не выходит у него из головы, давайте посмотрим. Ну вот он и скучает, у него мыслительный процесс, понимаете, он вот все думает, думы мои, думы. И понимает, что какого-то разговора его не избежать. Да, вот что придет время, когда надо все расставлять на свои места, когда надо обрести какой-то равновесие, когда надо будет выяснить как-то эти отношения. Он это понимает и понимает какую-то сложность, да, вот этого разговора. Он думает о том, что с вами надо поговорить, что рано или поздно придет момент, когда с вами нужно объясниться. Но пока что этот мужчина просто тянет время, тянет время и тешит свое самолюдие. К сожалению, девочки. Вот такой вот у нас сегодня расклад. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вам понравилось. Я буду очень-очень рада. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!